Здравствуйте мои дорогие друзья, дорогие мои слушатели. Экс-посол, новые власти Армении опозорили нас, мы стали страной-изгоем. По мнению бывшего армянского посла, власти Армении несут ответственность за смерть людей от коронавируса. Они народ, нас опозорили, мы стали страной третьего сорта, страной-изгоем. Никол Пашинян не сделал ничего, чтобы государство было рядом с людьми. Более того, государство стало главным виновником и причиной смерти, болезни и экономического кризиса этих людей, как передает АЗ. Эйзи со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил бывший посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян в видео, распространенном на своей странице в Facebook, касаясь ситуации с коронавирусом в Армении. Говоря о деятельности министра здравоохранения, Микаэль Минасян отметил, что он назначил своих друзей в систему, тем самым сделав ее коррумпированной, испортил отношения с соседней Грузией. Комментируя деятельность национального собрания за время чрезвычайного положения, он отметил, что в связи с этим кризисом не было принято никаких законов или мер. «Лансародская конвенция, против которой была общественность, действительно было так необходимо ее пропускать в условиях чрезвычайного положения. Вы приняли этот закон, потому что так приказали ваши заказники», — сказал он. Он отметил, что были и такие чиновники, которые в эти дни просто не появлялись, в частности, мэр Еревана, секретарь Совета национальной безопасности. «Нормальная власть не оставила бы людей в одиночестве, она поставила бы задачу и решила ее», — сказал Микаэль Минасян, отметив, что теперь, когда весь мир выходит из кризиса, Армения только вступает в него. «Власти Армении ответственны не только за смерти людей, но они опозорили нас, мы стали страной третьего сорта, страной-изгоем, по показателям мы обошли и Нигерию, стыдно», — сказал бывший посол. Он отметил, что другого виновника, кроме Никола Пашиняна, нет. «Он номер один и единственный виновный, ни министр, ни заместитель премьер-министра, потому что они исполнители и в настоящее время выполняют самое постыдное поручение». Началась операция «Народ виноват». Продолжение следует...